Наркоторговцы задержали краснодарские полицейские. Предполагаемый закладчик был арестован на улице Индустриальной. При этом молодой человек привлек особое внимание правоохранителей тем, что фотографировал строящиеся объекты. Подозреваемого доставили в отдел полиции. В ходе личного досмотра сыщики изъяли ноутбук, средства мобильной связи и семь пакетиков с порошкообразным веществом, которые уже направлены на экспертизу. Задержанный вину свою не отрицает. А за что задержан сотрудниками полиции? В кармане обнаружили шесть пакетиков с травами. Что за трава? Не знаю, что за трава. Откуда взял? Закладкой взял. Откуда? Влежали на дороге, на перекрестке на дороге. Нашел? Нет, не нашел. Мне сказали забрать и разложить по другим местам. Известно, что 25-летний житель Томска прибыл в краевую столицу около четырех месяцев назад. Работал на стройках города. По словам парня, наркозакладчиком он стал через интернет. В объявлении так и значилось. Работа распространителем наркотиков. В течение нескольких дней он делал закладки на территории западного округа Краснодара. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 228 Уголовного кодекса незаконное охранение избытно наркотических веществ. Ему грозит реальное решение свободы. Краснодарец требовал 8 миллионов рублей у властей Питера. Он позвонил в полицию и сообщил, что заложил две бомбы в крупных торговых центрах. Звонивший заявил, что спрятал в торговом комплексе коробку, в которой 650 граммов ртути и сим-карта. Однако правоохранители в указанных местах никаких коробок с ртутью не обнаружили, зато им удалось отыскать самого шутника. Им оказался 35-летний бездомный и звонил он, как выяснилось, сотового такого же бездомного друга, что значительно затруднило поиски. Тем не менее, злоумышленник уже задержан, но он рассказал полицейским, что 8 миллионов рублей он требовал только потому, что приближается 8 марта. И эта цифра показалась ему символической. А теперь о ситуации на дорогах к краевой столице за минувшие сутки. Авария на углу Российской и 40 лет Победы. Здесь не разъехались фуры и легковушка. Причем водитель большегруза, что называется, прижал иномарку к бордюру, чем вызвал большое недовольство пассажира легковушки. Он объяснил дальнобойщику, насколько тот не прав, причем прибывшие на место автоинспекторы, скорее всего, были на его стороне. Через некоторое время на этом же перекрестке произошло еще одно ДТП. На этот раз столкнулись иномарка и отечественная машина. А на Селезневой и Ялтинской столкнулись две иномарки. Причина – несоблюдение безопасной дистанции. Пострадали только машины. Сотрудники ГИБДД призывают автомобилистов быть аккуратнее на дороге. А у меня на этом все. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин